Афинская демократия – это один из самых значимых политических режимов в истории человечества. Да, демократия – это один из видов политических режимов. Она стала символом начала развития абсолютно нового политического строя, который повлиял как на античную историю, так и на будущую историю Европы и всего мира. В этом видеоролике мы рассмотрим историю афинской демократии, ее основные принципы и то, как она повлияла на развитие демократии в других странах. Афинская демократия была первой известной демократией в мире и представляет собой фундаментальный этап в политической истории мира. Она была установлена в Афинах, Греция, около 508 года до н.э. Слово «демократия» происходит от двух греческих слов, означающих «народ» – демос и «правление» – кратус. То есть демократия – это правление народа. В рамках этой политической системы все граждане морского пола – демосы имели равные политические права, свободу слова и возможность непосредственного участия в политической жизни. Но нужно добавить, что представление о демократии в Древней Греции отличалось от современной демократии, потому что в Афинах все взрослые и, самое главное, свободные граждане должны были принимать активное участие в управлении государством. Если они не выполняли свои обязанности, их штрафовали, а иногда красили красной краской. Афинское определение «гражданин» также отличалось от современного. Гражданами в Афинах считались только свободные люди. Участие в демократии было открыто для всех мужчин старше 18 лет, у кого отец и мать были природными и полноправными гражданами Афин. А кто же не мог участвовать и пользоваться правами демократии? Она была закрыта для женщин, детей, рабов и иностранцев, потому что они не считались свободными людьми. Также частью афинской демократии была система астракизма, при которой граждане могли голосовать за изгнание любого гражданина, который им казался опасным для государства. А какие были другие формы правления в мире на тот момент? В те времена каждый древнегреческий город-государство имел собственное правительство. В этих городах-государствах также существовали другие формы правления, например, такие как тирания и олигархия. Тирания – это форма правления, в которой власть принадлежит одному человеку, который назывался тираном. Тиран правил без боязни каких-либо юридических последствий. Ему можно было все. В древности слово «тиран» не носило какого-либо негативного оттенка, оно обозначало правителя, который имел абсолютную власть. Одни тираны были узурпаторами, пришедшими к власти собственными усилиями, другие были избраны править, а третьи были навязаны вмешательством извне. Олигархия – это форма правления, в которой власть принадлежит небольшой группе людей. В Древней Греции олигархия была распространена в городах-государствах и представляла собой правление несменяемой малочисленной группы лиц. Само слово «олигархия» переводится как «правление немногих». Как вообще возникла афинская демократия? Она не возникла за одну ночь, а развилась через множество форм правления. Демократия, которую мы знаем сегодня, прошла через олигархию и тиранию и в конечном итоге привела к классической форме афинской демократии. Афинская демократия была установлена в Афинах около 508 года до н.э. Она была прямой демократией, где граждане голосовали напрямую за законы. В начале 6 века до н.э. афины были тиранизированы древнегреческим аристократическим родом Пизистридити. Но они были свергнуты в 508 году до н.э. политиком и лидером аристократической оппозиции Клисфеном. В Афинах демократия была основана Клисфеном. Когда тирания закончилась, Клисфен начал приводить к власти в Афинах свою собственную политическую систему. Клисфен хотел власти для себя, но он не хотел новой тирании. Вместо этого Клисфен хотел, чтобы граждане Афин чувствовали, что это их правительство. Идея Клисфена «дать людям право голоса» была мотивирована желанием получить поддержку людей, которыми он правил. Люди должны изменить то, что им не нравится, голосованием, а не войной. Клисфен предложил новую конституцию, которая была принята в 508 году до н.э. В основе афинской демократии лежали следующие принципы. Все граждане имели равные права и обязанности. Все граждане могли участвовать в принятии решений. Все должности в государстве были заняты гражданами, которых выбрал народ или жеребий. В частности, афинский гражданин был обязан. Быть готовым прийти на помощь родному полюсу в трудную минуту. Сражаться за свободу и интересы своего полюса. Подчиняться принятым в полюсе законам и свято соблюдать их. Быть активным участником политической и общественной жизни родного полюса. Чтить родных богов своего города. Как работала афинская демократия? При афинской демократии были такие органы, как экклессия, народное собрание, буле, совет, дикастерия, суд народных заседателей, еще была коллегия архонтов и коллегия стратегов. Экклессия была собранием. Это означало, что взрослые мужчины, которые были афинскими гражданами, свободными людьми, могли встречаться в определенное время, чтобы помочь управлять городом-государством. Это включало принятие законов, принятие политических решений, а также решение о том, как поступать с опасными людьми. В то время люди, считавшиеся врагами афин, могли быть сосланы на 10 лет. Собрание собиралось не реже одного раза в месяц, а чаще два-три раза, на холме Пникс, в специально отведенном месте, которое могло вместить около 6 тысяч граждан. То есть нужно было собрать 6 тысяч человек на собрании, прежде чем они могли что-то решить. Любой гражданин мог выступить на собрании и голосовать за решение, просто подняв руку. В афинской демократии простые люди могли принимать все самые важные решения, ну, например, идти ли на войну. Буле. Буле был Советом 500. Афиняне также ежегодно выбирали 500 человек посредством лотереи для участия в Совете 500 или буле. Но неужели афинская демократия для назначения на государственные должности использовала лотерею? Да. Афиняне считали, что лотерея оставляет выбор представителей в руках богов, а боги могут принимать лучшие решения, чем люди. Кроме того, считалось, что лотерея обеспечивает равенство всех граждан. Для выборов была разработана специальная машина «Клеротерион», которая разыгрывала жеребий посредством цветных жетонов, чтобы гарантировать, что кандидаты будут выбраны случайным образом. Буле встречались чаще и решали не столь важные дела. Буль предлагал собранию новые законы и определял приоритеты новых тем, которые обсуждались на собрании. Они заботились о таких вещах, как ремонт улиц, ремонт общественных дорог и храмов, строительство кораблей для афинского флота. Также они следили за соблюдением закона. Этот общественный совет был больше похож на представительную демократию. В то время Афины были разделены на 10 областей, называемых местностями. Из этих 10 областей будут выбраны по 50 мужчин, что в сумме составляет 500 членов совета. В течение последующего года после выборов они встречались вместе для политических собраний в Бультерионе. И отвечали за формирование новых законов, а также контролировали все части политического процесса. Каждый гражданин мог участвовать в Буле не более двух лет подряд, так что Совет обновлялся полностью. Совет собирался каждый день и принимал решения о правительстве и вооруженных силах. Именно этот орган контролировал любые административные комитеты и должностных лиц от имени собрания. Дикастерия. Это были суды. Суды находились под надзором должностных лиц, известных как магистраты. Они избирались из числа граждан. Судебная система включала судей и присяжных мужчин старше 30 лет, любого сословия, которые добровольно изъявили желание быть присяжными. Пятьсот присяжных каждый день выбирались опять же жребием с помощью клеротериона лотерейной машины того времени для службы в дикастерии. И они слушали дела. Каждый доброволец получал бронзовую этикетку «Пинокеон» с их именем и названием их афинского пленения. Суды рассматривали дела, связанные с уголовными и гражданскими спорами. И представляли средства правовой защиты гражданам, которые считали, что с ними поступили несправедливо. Жюри присяжных решала дела простым большинством голосов. Побеждала та сторона, которая набрала больше голосов. Решения присяжных были приняты на основании фактов, представленных в суде, и были окончательными. Коллегия Архонтов У афинян также было несколько чиновников, которые заботились о конкретных вещах. Также был использован жребий, чтобы выбрать девять человек, называемых Архонтами. В обязанности Архонтов входил контроль за религиозными церемониями, а также наделение правом гражданства. Коллегия стратегов Когда что-то нужно было сделать быстро, это была работа десяти избранных стратегов, или генералов. Коллегия стратегов состояла из десяти человек и отвечала за военную сторону жизни Афины. В случае военных действий стратеги сосредотачивали в своих руках всю политическую власть. Но ко времени Пелопонесской войны стратеги в основном руководили правительством. Наше слово «стратегия» происходит от греческого «генерал-военачальник-полководец». Так почему же афинская демократия в то время прекратила свое существование? Афинская демократия прекратила свое существование в результате поражения Афин в Пелопонесской войне в 431-404 году до н.э. В результате поражения Афины потеряли свою власть и стали зависимы от Спарты. Но афинская демократия своей политической системой вдохновила последующие поколения и стала важным примером для строительства демократических режимов в других странах. Принципы, на которых основывалась афинская демократия – свобода слова, равенство перед законом, открытость и прозрачность правительства – продолжают служить важными ценностями для демократических стран по сей день. Римский правовой кодекс и новый западный законодательный кодекс – это прямые примеры последователей афинской демократии. На этом все. Друзья, поставьте лайк. Вам не сложно, а мне приятно. Ну и понятно, подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. Пока-пока.